Все, вынес он то, что вот я пакостила, и он научился, я бросила, и он бросил. Я стала духовно расти, в церковь ходила, и сейчас хожу, и он стал, ну по-другому немножечко, но тоже мне нравится же как вот он, ну вот не женится, и я не замужем. Я думаю, что-то мне надо в себе же это переработать, чтобы ему как бы, получается, я как ему... Не надо путать себя с ним. А? Не надо путать себя с ним, у него своя жизнь, у вас своя. Если хотите ему помочь, можете молиться за него. Это помогает. Но думать, что из-за вас все происходит с ним вот так, это неправильно. Вы хотите, чтобы я сейчас что-то сказал, чтобы вашему сыну лучше стало, да? Я не смогу ничего так сказать. От моих слов ему лучше не станет. Нужно развиваться, человек должен развиваться. Вы развиваетесь, на него это оказывает влияние. Нужно духовное развитие человека. Развивайтесь. Развивайте свою жизнь, меняйте восприятие мира этого. И ему станет лучше тоже. Но это не значит, что вот если вы полностью поменяетесь, что он тоже полностью поменяетесь. У него есть выбор. Он другой человек, он не вы. От вашей жизни его жизнь не зависит. Он же взрослый. Поэтому у него своя жизнь. Здравствуйте. Спасибо, что вы есть у нас, Олег Геннадьевич. Спасибо. Олег Геннадьевич, такой вопрос. По здоровью можно немножко? Ну, давайте. Меня постоянно клонит в сон. Чуть расслабляюсь, нет адреналина, нет движений, все в сон сразу. У вас много огня в организме. Попробуйте есть как можно больше сырой пищи. Это жар в голове, жар, он дает такой результат. Нужна вода, сырая пища, статические упражнения. Не есть жареное, острое, подсолнечное масло, меньше на нем готовить. Ну, то есть, есть холодные масла, это топленое сливочное масло, его больше в пищу использовать. Кукурузное масло, соевое масло, не холодные, меньше жареного, красный перец нельзя, помидоры, томатную пасту, помидоры тушеные нельзя, жареные. Ну, то есть, причина того, что клонит в сон, такая же, как, допустим, если человек на солнце находится, и его вот так, на солнце вялость начинает чувствовать. У вас солнце внутри горит нехорошо, не снаружи, а внутри горит. Мятный крем, есть такое понятие, мятный крем, можно мазать себе голову, мятный крем, он охлаждает. С волосами тоже какая-то проблема? Это вот из-за огня, это тоже та же самая причина. Если такие, да, кидаться такими конфетами? Мятный крем может спасти волосы, то есть, если мятным кремом мазаться, то голова охлажденная постоянно будет, во-первых, будет бодрость, во-вторых, они могут начать расти или перестать выпадать. Причина – это жар в голове, закаливание под холодным душем, принимать омовение с холодным душем тоже. Но надо закаливаться, осторожно начинать, потому что это может простуду вызывать, когда такой перегрев постоянный, иммунитет падает, а? Закаливается. Ну, больше, значит, надо закаливаться. У меня тоже жар лишний в теле. Тоже жар лишний в теле. Возьмите конфетку. А, не поймала. Поймала же. Все нормально. Понятно? Я тоже жар, и у меня только в ноги идет, у вас в голову, у меня в ноги. Я поэтому каждое утро ноги подошву себе мятным кремом смазываю уже лет 15-0. Олег Геннадьевич. Ага. Здравствуйте. Можно также спросить? Олег Геннадьевич, очень рада вас видеть. Я вчера ехала с работы поздно вечером, и случайно, конечно, увидела в рекламу, и вообще жутко счастлива. А вы не были на лекциях, да? Нет. Случайно. Просто чудом каким-то узнала, видела. Вопрос у меня такой. Мы здесь все не просто так, потому что мы жуткие гордецы. У меня сейчас идет такая чистка гордыни. И помогите с ней справиться. Не знаю, так жутко хочется собрать ей вещи и вперед отправить куда-то на поезд, на Луну. Но жесткая чистка. Можешь ты? Гордыня, моя гордыня. Гордыня. Кого отправить-то на Луну? Гордыню эту самую собрать и вещи ей отправить. Вот с ней идет у нас сейчас такая борьба, разговор. И как быть в этой ситуации? Бороться с своей гордыней – это тоже гордыня. Да. Надо просто делать добрые дела. Борьба со своим характером – это признак гордости. Нужно с ним бороться. Вот Бог дал такой характер. Все. Надо просто делать добрые дела. Стараюсь. И все. И жить. Вот есть недостатки какие-то. Надо поменьше думать о ней. Чем больше о них думаешь, тем больше они у тебя развиваются. Питаешь их своими мыслями. По-другому можно еще объяснить, что недостатки характера Бог дал как наказание. Когда человек в углу стоит наказанный, он не должен печалиться о наказании. Он должен делать что-то хорошее. Я вроде о ней не думала. Ты сегодня уже конкретно пришел к вниманию, потому что стала часто проявляться нервозность, несдержанность какая-то, агрессия какая-то. Ну, это просто влияние судьбы. Плохой период пошел и начало так действовать. Нужно себя занять чем-то хорошим. Вот ты сконцентрируешься, память концентрируется на проблеме, все, она начинает разгораться. Вот, допустим, какая-то проблема есть в жизни, память на ней сосредоточилась, все, она начинает разгораться. Хоть позитивно, хоть негативно о ней думаешь. Человек не должен думать о проблеме, он должен думать о чем-то хорошем, делать что-то хорошее. Надо жить в хорошей среде внутренней, не в плохой, не в тяжелой. Тем желать счастья, заботиться обо всех. Сегодня насыпал творогу на подоконник, синичка прилетела, клюет. Я смотрю на нее, и радость в сердце возникает. Это означает, что человек отвлекается от себя. Забота отвлекает от себя. Всем желать счастья вокруг, отвлекитесь от себя. Заставьте себя думать не о себе. И вот это и есть правильная жизнь. Все. Я вас не могу. Большое спасибо. Потому что все люди сосредоточены на себе, и это и есть проблема. Кто вчера заплакал, что я вопрос не спросил. Вы заплакали? Ну, хорошо. Очень рада, что я нахожусь сегодня здесь, сейчас. Садитесь. Садитесь. Спасибо. Спасибо. Я ваши лекции слушаю с 2013 года, и с этого времени в моем сознании, убеждении, восприятие картинки. Мира вообще перевернулась сначала с ног на голову, а потом наоборот, а потом еще раз несколько. И благодаря вашим лекциям я встретила своего любимого человека, моего из 7 месяцев. И мы поженились, у нас родился ребенок, и затем появилась такая проблема. Алкогольная зависимость раньше была до замужества, сейчас он находится в реабилитационном центре в городе Новосибирске. Он по своему желанию туда пришел? Ну, практически он уже был готов, потому что выбора больше не оставалось, он находился на грани жизни и смерти, потому что катился, деградировал очень быстро. В чем ваш вопрос? Ну, вопрос в том, что прошли ли мы сейчас, на сегодняшний день, прошло 3 месяца, он сейчас помощник руководителя центра. Прошли ли мы тот этап... А помощник и руководитель чего? Центра. Какого? Реабилитации. Он уже там сначала лечиться пошел, а теперь уже... 3 месяца прошло, а потом... Уже руководителем стал, да? Нет, помощником. Ну, почти, помощник тоже руководитель. У него еще руководители, конечно, в дополнительном развитии. Ну, классно, здорово, видите, как здорово развился человек. Отработали ли мы вместе, я, он, вот этот вот тяжелый кармический период, тяжелый период в нашей судьбе? Пока нет? У меня это было испытание тяжелое. Пока нет? Не закончился еще этот период? И у меня, как бы, уверенность то есть, нету в нем, в будущем, можно видать, что это планет. Уверенность в будущем означает объем работы? Работы, да. Если это воспринимаете как разлуку, тогда это предательство. Бог вам дает вас в виде близкого человека. У вас нет выбора. Вы должны сражаться до последнего. Уверенность есть или нет? Вот, допустим, идет враг, допустим, на мой город. У меня нет уверенности, что я смогу его победить. Что мне удирать? Нет. А там погибнут все. А куда удирать-то? Все равно он дальше пойдет. Нет вариантов. Может, за него сражаться? У меня, конечно, то желание вот такое. Это не за него, а за себя. Это же ваша судьба? Да. Да, видите, вот вы не знаете это. В этом вся проблема. Мы думаем, что это не наша судьба, это не моя. Так не повезло просто, кажется. Да, бывает такая мысль, да. Ну, вот в этом вся проблема. И это, опять же, проблема означает, что мы не развитые. Мы не знаем прошлого своего, не чувствуем, что это наша судьба. Мы не понимаем это. Ну, с какой стати вот он бы вам доставался, если бы это была не ваша судьба? Он меня многому учил. Я сейчас очень благодарна. А почему тогда вы говорите, мне он нужен или нет? Нет. У меня просто вера моя то крепнет, то ослабевает вообще. У меня тоже вера то крепнет, то ослабевает. Я сегодня думал, смогу лекцию прочитать, нормально или нет. У меня то крепнет, то ослабевает вера. Может, мне не читать? Читать. И вот мне дальше продолжать молиться, бороться, что делать? Вам надо, в принципе, убрать это мышление. Из сознания. Вот эту опцию бросания надо убрать из своего сердца. Эта опция разрушает вашу судьбу. Вы не можете бросить свою судьбу. Это самообман. Если вы ее бросаете, вы получаете еще хуже. Вы же не знаете, что вы дальше получаете. То есть не рисовать будущие картинки, да, вот эти, само не выдумывать и страхиваете себя. Да, вы зря выдумываете картинки. Вы лучше смотрите на прошлое, посмотрите на ваших родителей, посмотрите на предыдущие отношения перед этим, то, что у вас было. На эти, смотрите все то же самое. Что вы себе рисуете, что рисовать? У вас нет другого, как бы других вариантов вообще. Спасибо. А мне хочется еще один вопросик маленький. Хочется вот с этим человеком, от моего мужа, от второго ребенка. Похоже, да. Сейчас у вас тяжелый период с ним идет еще, он продлится еще где-то полтора года. Ну, то есть у вас еще будет тяжелее, чем сейчас состояние. Через 6-7 месяцев будет еще тяжелее. То ли вторая волна пойдет, то ли еще что-то, я не знаю. Ну, вот я вот предчувствую это, у меня вот такое волна появилось. Да, волнение означает объем работы. Я не знаю. Здесь не подождать. У меня сейчас на глаз влияние идет, судьба действует, у меня на глаз влияет, на правый. Я сегодня йогой занимался, увидел, что если бы я ничего не делал, у меня уже отслойка сетчатки бы началась. Волнение такое у меня идет. А я не собираюсь сдаваться. И глаз не собираюсь отдавать судьбе. Муж и глаз это одно и то же. Разницы никакой нет. Просто есть судьба, которая действует непосредственно внутри тела, а есть действие снаружи тела. Но разницы нет. Продолжать молиться. Работать надо. Мои хорошие, поймите такую вещь, что мы живем в этой жизни с таким твердым желанием быть счастливыми здесь. Я говорю так же про себя. И не то, что я там лучше в вас живу. Мы живем с твердым желанием быть счастливыми. Но эта жизнь нам дана Богом. И Бог ее дал нам для того, чтобы мы вот этот тяжелый период, в котором мы живем сейчас, тяжелый период, это самый главный период нашей жизни. И чтобы мы хотя бы чуть-чуть приблизились к Богу, помолились хотя бы чуть-чуть, посражались за свою судьбу. Вот для этого мы живем. И когда этот период наступает, мы начинаем, да не хочу я сражаться, я хочу счастья, давай мне мое счастье. Мы Богу говорим. Он думает, ну зачем тогда человек вообще родился на этот свет? Потому что здесь нет никакого счастья. Мы вот все, что мы здесь балдеем, наслаждаемся там какими-то временными радостями. Это все очень слабенькие наслаждения. Человек достойен большего. Но это в большем он может получить, если он работает над собой, развивается. Есть много видов жизни, которые мы даже не знаем в этом мире. Мы достойны большего, душа достойна большего. Но мы вот живем теми радостями мелкими, которые здесь есть, не понимая, что Бог нам дал эту жизнь не для этих радостей. Это всего лишь передышка. Самый главный период вашей жизни идет сейчас. Потом вы не будете так сильно напрягаться в своей судьбе, как сейчас. И поэтому потом уже вы развиваться не будете. Вы развиваетесь сейчас. Восстаньте против своей лени души. Начните молитву. Начните сражаться со своей судьбой. И что наградой будет ваш добрый человек, который находится рядом с вами. Которого вы в сердце предаете постоянно. Хотя и просили его у Бога. Кто меня еще не спрашивал, тот руки оставляет. Кто спрашивал, опускает. Ну давайте выспросим. Ну вот девушка. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня дочь вышла замуж. Ну родила двое детей. И потом оказалось... Девушка, вы хотели, да, сильно поговорить? Да. Ну вы идите, садитесь. Я вас потом спрошу. Садитесь на свое место. И потом оказалось, что муж у нее начал... Ну, накаман. Она всеми силами... Она не знала об этом, да? Она вперед, она не знала. Она не понимала. Он все обманывал, что просто травка безобидная, все такое. А потом все дальше валь. Потом муж кололся стал. Вот. И она родителям, короче, стучала, стучалась. Родители уговорили, чтобы они согласились помочь, отправить его на реабилитацию «Чистый путь». Вот сейчас уже... Чистый путь называется? Да, «Чистый путь». Да, вот он около Кеверова, где-то в том краю. Вот по фотографиям смотрим, он уже сейчас более такой, больше стал. Ну, лучше там. Запомните, мужчина не может жить без цели. Реабилитация – это хорошо. Это и к прошлому вопросу. Если человек цели не имеет, мужчина в жизни, он не имеет жизни. У женщины цель, как бы, она более просто определяется. Семьей, детьми, как бы... Это не высшая, конечно, цель, но это, по крайней мере, женщина на плаву как-то держит. У мужчины должна быть другая цель. Ему жена и семья недостаточно. Он от этого не сможет развиваться. Нужна более высокая какая-то цель. Некоторые мужчины хотят развиваться в деятельности, там, власть, достигнуть денег. Это уже более-менее нормально. Это значит, что есть какая-то цель. Но высшая цель, конечно, это Бог, духовное знание. У каждого человека должна быть еще более высокая цель. Но хотя бы какая-то, поймите, мужчина должен иметь стержень. Вот направьте на это все свои силы. У него какой-то характер слабый такой. Он не может отказаться. Характер у всех одинаковый. Есть мужчина, родился мужчиной. Все остальное, это как бы уже не так важно. Человек родился мужчиной. Если у мужчины нет цели, он становится слабым. Знаете, есть такие игрушки вот на их как бы, вот так вот, на ниточках, да? Опускаешь, она падает. Так и мужик тоже. Его поднимешь, цель есть, он такой раз, и начинает что-то делать. Цели нет, он раз, упал, все. Он становится слабым сразу. Мужчина без цели не может жить, он становится слабым. И в итоге вот я... Тихо. Простите. Ваша цель, всех вас, кто рядом с ним, найти возможность, помочь ему найти цель. Помочь ему найти цель его жизни. Если вы это сделаете, вы его вытащите из этой среды. Вы говорите, он там в реабилитационном центре, там его чуть-чуть там получше. Да. Ребилитационный центр это просто среда. Вот если бы, допустим, наша страна вся стала такой средой, в которой нет места наркомании, пьянства, разврата и так далее, то все бы подтянулись. Но так очень сложно сделать. Там правительство уже и так сажает, и этих пятых-десятых уже не знает, кого сажать уже. Культуру поменять сложно сразу. Понимаете? Потому что люди, как бы, они не туда пошли в свое время. Нас обманули. То есть мы сначала шли к светлому будущему, это уже лучше, чем идти к материальным благам. Ну, то есть идеология вот эта вот, которую пытались внедрить в нашу страну, вот эта идеология материального процветания, счастья, она когда внедрилась в 80-х годах, она разрушать людей начала. Начало повышаться количество разводов и так далее. Нравственная деградация пошла у людей. И она до сих пор идет полным ходом. Причина заключается в том, что, ну, ценности жизни, вот эти все передачи на телевидении, вот эти вот все вот шоу всякие развлекательные, где люди орут друг на друга, дерутся там перед всеми по телевизору, да. В 60-е годы, если бы на телевидении такое было, там бы всех пересажали, в том числе и этого директора канала телевидения, всех бы пересажали. А сейчас это нормально, перед всеми подрались там, поругались, и все счастливы на это смотреть. Это просто означает полную деградацию. Таким образом, среда, в которой мы живем, оставляет желать лучшего. Поэтому люди, каждый, должен позаботиться о той среде, которую он сам создает у себя в жизни. Это не значит, что у нас плохая страна. У нас еще лучше, чем там, где-то в других местах. Понимаете, там уже и гомосексуализм там узаконили. Сейчас в некоторых странах узаконивают педофилию. Ну, то есть, как бы, уже вообще полный маразм. Но у нас, наоборот, стараемся, как бы, это все пресечь, как бы, и нравственность. Вот сейчас недавно было заседание, уже говорят о том, что надо менять культуру уже всю, полностью менять всю культуру, сам способ существования ее надо менять. Это все супер. Но пока не поменяли, мы должны сами фильмы нравственные только дома смотреть. Не надо детям смотреть всякую ерунду. Вот. Нужно стараться куда-то ходить в храмы, там, вот по вашей вере, куда-то ходить так, чтобы поддерживать нравственное сознание. В своей вере, ничего не меняя. Потому что тоже, когда вот эта среда плохая, люди начинают метаться, уходят из своей культуры, из своей веры, куда-то еще бегут, там тоже запутываются и так далее. Идет, ну, такое... Люди метаются, не знают, куда им бежать. Не надо никуда бежать, надо просто правильно жить начать. В своей культуре, в своей среде, в своей вере. Но так как среды нормальной нет, вот он из среды нормальной, которую мы создали в этом репертурационном центре, выйдет. И эффект, что он бы говорит, получше стал. Вот этот эффект получше стал. Он, само собой, начнет гаснуть. Потому что каждый человек сильно зависит от той среды, в которой он живет. Каждый человек. Мы даже не представляем, какое влияние среда на нас оказывает. Это как нити, много-много нитей, которые мы связываем с себя, с окружающим миром. Вот если ты привязан к порнухе, это твоя среда. Ты туда залазишь, смотришь это все, это влияет на тебя. Если ты привязан к фильмам ужасов, твоя среда. Ты живешь этим. Это духи, это все духи. Порнуха, фильмы ужасов, пьяная компания. Это все влияние духов. Это стлетворное влияние на человека. Он теряет силу, теряет возможность развиваться и так далее. Поэтому очень важно понять, что мы смотрим, с чем мы контактируем, с кем мы общаемся. Если я, допустим, общаюсь с человеком, который постоянно ругает правительство, там еще кого-то постоянно ругается и недобольный, это тоже среда, в которой я живу. И это разрушает мое сознание. Но даже если будет плохая среда, вы среду своему, вот это, сыну или кто? Взять. Взять, да. Вы ему не измените сразу, это невозможно. Но если вы поможете ему найти цель, даже несмотря на плохую среду, в которой человек живет, если у мужчины есть цель в жизни, он вырывается из всех оков, потому что это для него самое главное в жизни. Мужчина живет целью своей жизни. Нет цели, нет возможности нормально жить. Может, ему город поменять? Ну, например, вот в Барнаул уехать. А в Барнауле там все трезвые такие. Да, там пьяных нет вообще. Там так классно, там в Томске все пьяные, а в Барнауле все трезвые. Разницы никакой нет, что Томск, что Барнаул. Еще хотел уточнить, если, например, он опять начнет вот это все, Катя, вот моей дочери, как вот терпеть или просто уйти уж от него и жить своей жизнью? Уйти непросто, моя хорошая. Да. Вот если она просто уйдет, она потом просто и будет одна. А вот если человек уже наглеет, то есть наркотик на наркотиках живет, это опасно с ним жить рядом. Нужно жить отдельно и молиться за него. А это непросто. А если долго так происходит, ставить условия ему, что вот я жду тебя там еще сколько, год и молюсь. Если не хочешь менять жизнь, то значит это твой выбор. Дальше уже искать себе другую жизнь. Все, спасибо. Но вот сражаться за человека надо. Надо молиться, сражаться, пробовать, пытаться победить судьбу. Иногда человек не справляется со своей судьбой и пытается заново начать жизнь. Это не значит, что заново начал и прямо уже теперь хорошая судьба ему придет. Нет, ему будет дан еще один шанс, может быть, чуть получше, если он молится. Может быть, будет получше уже шанс. Но если человек просто бросает свою судьбу, то лучше ничего не будет. Знаете, иногда интересно, так бывает. Мне люди подходят, говорят, Олег Геннадьевич, вы неправильно говорите. У меня все лучше. Сейчас я вам расскажу, как это бывает. Классика такая из жанра. Бог наказывает по-разному всех. Например, у мужчин часто бывает. Мужчина жену с детьми бросает. И Бог ему дает красавицу, красавицу такую. И молодую, и красивую, и любимую. И он говорит, а что в этой лекции все? Смотрите, я бросил, а мне Бог дал лучше. И жена думает, что это Бог-то ему лучше дал. Он же бросил. Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. А дальше этот сюжет очень классический у мужчин. То есть дальше он в нее сильно влюбляется. Она с ним живет пару лет. И бросает его точно так же. И вот тогда уже начинается сказка. Ходит. Поднимите руку, у кого так было. Видите? Или женщина бросает мужа, и потом одна на пять лет. А то и больше. И не знает, что и делать дальше. У кого так было? А кто не бросил, перетерпел, и потом хорошо стало. Видите? Тоже есть такие. Сражайтесь за человека. Хорошая вы, теща, хорошая. Отец старается. Молитесь за него. Сейчас песню кричу. Спасибо. 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 Спасибо.